Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй, мы продолжаем с вами рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа Агро с сезонами. И между прошлой серией и этой у нас были некоторые закадровые работы, что-то попало в стрим, что-то нет. Давайте, в общем-то, посмотрим, что у нас произошло за это время. Во-первых, мы, как обычно, пополнили цементный завод биогазом, и здесь произвелось некоторое количество цемента. Также, друзья, я купил трактор вот с такой вот телегой на 40 тысяч, которая занимается продажей цемента. Также на этот самый трактор я записал маршрут продажи цемента. Давайте его загрузим, я вам покажу, что за он. Фишка этого маршрута в том, что он отвозит цемент на все три стройки. То есть сначала он отсюда едет на вторую стройку, потом он возвращается сюда, здесь загружается, едет на третью стройку. Потом опять возвращается сюда, загружается и едет на четвертую стройку. Сделано это соответственно немного хитрым способом, здесь у нас видите стоит еще 2 паузы на загрузке, то есть первая загрузка идет за счет маршрута перевозки, которая на стартовой точке находится, потом он едет выгружается на вторую стройку, потом возвращается сюда, я здесь поставил паузу и в настройках выставляется пауза в точке ожидания, я поставил 15 секунд, чтобы наверняка в общем-то это было, он соответственно 15 секунд здесь стоит и у нас здесь включена авто разгрузка, автозагрузка точнее. Так что цементик мы продаем теперь по курсплею полностью, у нас вот есть выделенный трактор на этой стиле, он будет заниматься только этим и в принципе единственная наша задача это трактор этот обслуживать, когда будет приходить у него время ТО, заправляться он будет сам на заправке, потому что маршрут проходит через заправку и соответственно цемент продаваться будет по самой высокой цене, которая возможно, а не будет такое, что выгружаем все постоянно в одно место, ценник из-за этого падает и мы в общем-то теряем деньги. Все будет у нас в ажуре и так как у нас уже произвелось 300 кубов, то мы можем соответственно продолжить все это дело возить, за один раз получается у нас за один круг этого маршрута у нас переводится 120 кубов, соответственно можем поставить 3 раза все это повозить, запускаем по маршруту, пускай собственно ездит. Далее та же самая история у нас приключилась в карьере, здесь я поставил трактор который у нас вот этот Lamborghini MRT или как МВТ, а МАХ ВРТ, ладно не суть важно. Я соответственно поставил его на эту же самую работу, только этот маршрут получился намного длиннее, поскольку ему нужно не только песок возить, но и гравий, то есть у него 2 точки заполнения. Соответственно вот опять таки если мы посмотрим на него на картинке, то он в принципе выглядит точно так же как и тот, ну примерно, а если мы откроем вот здесь вот эту штуку, то мы увидим что у нас 2 точки ожидания и загрузка находится здесь и еще, ну в принципе если очень приглядеться, то видно там вот тоже они есть. Соответственно 6 кругов он делает за один маршрут, то есть один круг маршрута общего, это 6 раз отсюда съездить на различные стройки. Я конечно понимаю, что цемент и точнее песок и гравий стоят сущие копейки, сколько там по 300 до рублей в среднем, да, даже меньше, по 200 рублей в среднем, ну в общем-то 200 рублей в среднем, но его производится у нас очень много. Вот у нас сейчас есть миллион 160 кубов этого дела и у нас есть маршрут, который может все это дело продавать, куда его еще девать этот песок пока что с гравием. Мы собственно никак в этом деле не участвуем, поэтому пускай ездит и продает. Я поставлю 5 раз, чтобы он успел это все прокатиться до утра. Один этот круг, один вывоз занимает около 2 часов, потому что все это дело тяжелое и пришлось физически притупить скорость этому транспорту, потому что он тогда вылетает с маршрута, если на скорости 70, он в повороты не вписывается, в общем-то, и тормозной путь у него большой. В общем-то этого товарища мы тоже запускаем по маршруту, главное, чтобы он еще загрузился сейчас. Здесь у нас то же самое, автозагрузка стоит и все работает, тут слава богу быстро это все дело загружается. В общем-то все это дело работает, видите сколько тут полосочек разных, все это очень, не знаю, геморройно было это все делать, а самое главное было стрёмно, потому что нельзя было ошибиться с разгрузкой, там еще с задним ходом, сами понимаете, это все такое. Ладно, этот товарищ работает, пускай работает. Также, друзья, мы на стриме немножко повозили силос, точнее траву на эти ферментаторы, но еще за кадром, я в общем-то не знаю, как объяснить, вырыл яму что ли большую под этими бункерами, в общем-то я немножко подправил мод на эти бункера, и теперь у них вместимость не 500 кубов, а 5000 кубов. Я в общем-то в 10 раз увеличил их емкость, чтобы не париться постоянно с этим вывозом дегистатов и так далее. Просто это дело мне тоже хочется автоматизировать, чтобы не обращать на него внимания. Раньше тут вот вместимость была 200 кубов дегистата, сейчас видите, он опять стал производиться дальше. И у нас, кстати, еще цементик продается, первый рейсик, еще 40 тысяч копилку, мы разбогатели, сегодня будем тратить деньги, вот, соответственно, все у нас хорошо, траву мы будем отвозить сюда. Я думаю, что мы даже будем пользоваться только одним ферментатором, потому что 5 миллионов литров будет по горло. Также, друзья, мы собрали нашу лужайку травы, и теперь у нас ее опять дохрена. В принципе, можно будет сегодня всю вот эту траву, 4 миллиона отвезти по курс-плею на наш этот ферментатор. В принципе, ладно, попозже чуть-чуть им займемся, сначала расскажу, что да как. Также, друзья, я не помню на стриме или нет, но мы собрали наш фруктовый садик. Я дописал эти маршруты до конца на сбор, и два раза, наверное, мы их уже собрали. У нас сейчас, да, тут 13 тысяч, 14 тысяч литров. Один немного дает этот фруктовый сад, надо постоянно им заниматься. И с некоторыми деревьями я все-таки, кстати, профукал, и есть деревья, которые вот, например, вот это... А нет, тут что-то не так с компостом происключилось. Ну ладно. В общем-то, есть тут деревья, которые вот не собираются. Ну, одно дерево, даже если два, даже если три, это такое, я не буду переделать из этого маршруты. Также, друзья, немножко травки мы отвезли на компост-мастер. Теперь у нас есть 238 кубов компоста, этого, в принципе, хватит для того, чтобы отвезти это во фруктовый сад и продолжить им заниматься. Также надо будет отвезти туда сегодня бочку воды. Собственно, вот это вот все произошло у нас за кадром, между сериями, что называется. Ну и, друзья, также есть у нас сегодня некоторая сумма денег, которую я намерен немного потратить. А то, знаете ли, деньги жмут карман, в общем-то, нам надо развиваться и будем их сегодня тратить. Первое, друзья, что мы купим, так это вот эту самую большую пилораму. Стоит она недорого, 90 тысяч, ее можно было, в принципе, давно уже покупать, заплатить, да. Соответственно, пилорама занимается производством бруса. Брус нам потребуется, в первую очередь, для того, чтобы строить все предприятия. Сегодня мы это дело с вами запустим. Сюда нужен биогаз, соответственно, туда дальше нам нужно будет погружать дерево. Чтобы дерево получить, его нужно будет попилить. Так что сегодня мы еще займемся лесом. Но так как эта пилорама находится, скажем так, в верхней части карты, а все остальное у нас находится в нижней части карты, я таки решил раскошелиться и купить вот этот мост. Потому что ездить вот здесь вот в объезд, через сарай, через нефтяные скважины, вот через этот мостик, кругами, я, честно говоря, меня достало. Это и в карьер, и во фруктовый сад, в общем-то, хватит. Надо было раньше это сделать, у меня маршруты, увы, кругами записаны, из карьера, которые продают это все дело. Но для пилорамы мы сегодня покупаем мост. Хотя трафику я смотрю вообще пофиг, он ездит насквозь. Но ладно, не будем обращать на это внимание. 960 тысяч это зараза стоит, блин. Но мы, в общем-то, готовы проститься с такими деньгами. И теперь у нас здесь можно ездить, и все будет хорошо. У нас остается 680 тысяч денег, и я еще предлагаю купить сразу фабрику по производству поддонов. Она на самом деле тоже копеечная, стоит 51 тысячу. Я случайно что-то ввел в единички. Ну ладно, все равно больше денег у нас не с ними, чем надо. Здесь все то же самое, биогаз и бревна. Соответственно, здесь есть склад, где будут эти самые поддоны храниться. Также щепа у нас будет производиться, мы ее на компост будем пускать всю. И вот этот вот лес, который у нас здесь находится, мы тоже сегодня приедем сюда и попилим. И раз уж мы тратим деньги, то, в принципе, я хочу купить еще одну бочку. И возить все жидкости автопоездом. Я понял, что по курсплею это делать, это такое себе удовольствие. Лучше вот можно на стриме, например, или так за кадром. Но по 100 тонн возить все эти жидкости, поэтому вот такую вот хреновину мы еще одну покупаем. Поставим ее также оранжевого цвета и No-Fill Type Decals. В общем-то я не хочу, чтобы она все это показывала, что там мы возим. Потому что у нас старая бочка такая. Мы ее покупаем, 64 тысячи тратим еще на это. 570 тысяч у нас остается. Скорпиона покупать я пока что не хочу. Очень жаба душит меня на это все дело. 317 тысяч они в принципе есть, но нет такой надобности у нас в Скорпионе. Мы уже потом как-нибудь в другой раз его купим. Сейчас мы попилим деревья арендованным. Так что мы его арендуем. Ну и так как мне впадло будет на нем самому ехать, мы также арендуем низкорамник. В принципе, в прошлый раз мы брали вот этот за 22. Давайте вот этот попроще возьмем. Пускай он тоже будет оранжевого цвета. Берем его в аренду. Остальное оборудование для лесозаготовки у нас вроде как есть. Я не помню продавал ли... Нет, не продавал я корчеватель пеней. Да, я его на лесопилке оставил. Так что у нас все есть. Ну и так как у нас остается еще 543 тысячи. Давайте купим еще один вот такой красненький прицеп, который на 40 кубов. У нас их уже два есть. Один занимается цементом, второй песком, гравием. 51 тысячу мы тратим, его покупаем. А также купим к нему какой-нибудь трактор. Например, тут в принципе груз не очень тяжелый. Можно взять трактор какой-нибудь не очень мощный. Например, вот Вальтру Т-Сериас. Поставим на нее движок помощнее. Покрасим ее... Давайте в красный цвет под цвет прицепа. Хрен с ним. Поставим балансировку колес. Не знаю зачем. И цвет обода тоже красный. Покупаем эту хреновину за 193 тысячи. И переносимся к магазину полюбоваться тем, что мы купили. Трактор нам нужен будет для того, чтобы возить траву на наш ферментатор. И соответственно потом ее оттуда забирать уже в виде силоса на базу. Давайте сразу же поставим его в работу, потому что у нас там травы дохренища. Ехать нам кстати на базу не обязательно. Мы можем просто поставить загрузка трава, база промзона и еще раз загрузка трава. И вуаля, у нас будет ездить все прекрасно забирать. Единственное только надо поставить возить траву. Запускаем в общем-то со следующей ближайшей точки. И он поехал, все у него будет прекрасно. Ну а теперь же нам надо, друзья, заняться нашим лесом. Для этого берем вот этого нашего любимого роудтрейн пака. Какого нахрен роудтрейн пака? Америкоса мы короче берем из роудтрейн пака. Едем, цепляем низкорамник и везем на нем скорпиона. Глушим двигатель Америкоса, открываем эту платформу, выходим отсюда и берем скорпиона. Так, да, не надо было выходить, что она трохи забагалась. Ну ладно, берем скорпиона и едем попилим, собственно, вот эти сосенки, которые у нас впереди. Потому что их тут дохрена, их можно пилить сколько угодно. Единственное, надо изменить длину распила. А то стоит по умолчанию один метр. Мы, как обычно, будем пилить 10-метровые бревна. Ну и погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, друзья, по моим подсчетам, я вроде как 15 деревьев спилил. Я думаю, этого хватит, поэтому ставим скорпиона обратно на низкорамник и едем сразу пилить деревья около нашей фабрики поддонов. Потом уже мы сюда вернемся и займемся щепой и пеньками. Ну и сбором самих этих деревьев, соответственно. Здесь же, друзья, нас ждет абсолютно то же самое, чем мы занимались около другой пилорамы. Те же самые 15 деревьев. Собственно, погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, друзья, если я правильно посчитал, то здесь, соответственно, стало спилено 15 деревьев. Если неправильно, то и как бы и хрен с ним, в общем-то, попилили. На первое время на поддоны этого дела должно вполне хватить. В общем-то, возвращаем это чудо в магазин и везем сюда, точнее, не сюда, на другую пилораму пенькорезку и трактор с фрезой и прицепом. Только, друзья, я что-то немножко попутал. Нам же сначала надо деревья собрать. Если мне не изменяет память, мы здесь оставили несколько тоненьких палочек. Я их вроде как аккуратно где-то складывал. Да, вот здесь. И, по-моему, еще где-то в начале. Я, правда, их что-то как-то не заметил, когда мы сюда ехали. Да, не заметил. Причем прямо по ним проехался. В общем-то, собираем, забираем их и едем на нашу новую пилораму. Я, в общем-то, друзья, слегка заблудился, но ничего. Приехали мы на место и, соответственно, собираем деревья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, попробуем выгружать их задним ходом. Блин, я очень неудобно здесь стал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде на триггер попал. В общем-то, пробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вуаля! Все, отлично. У нас все выгрузилось. Давайте посмотрим, на сколько процентов мы это все дело забили. На 36% нормально. В принципе, три прицепа мы сюда и выгрузим, полностью ее забьем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, друзья, вроде как все собрал, не знаю. Может быть, что-то пропустил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И опять я умудрился все это дело прокинуть. Это... Причем я даже не поворачивал толком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо быть сильным, да? Твою... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фух, вроде как мы, короче, поставили это все дело. Геморройно это оказалось. Видите, она немножко перевешивает на одну сторону. Центр тяжести смещенный. А, в общем-то, прицеп попрыгунчик у нас оказался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И выгружаем это все дело. Тыщ-ты-дыщ-ты-дыщ-ты-дыщ-ты-дыщ. 82%. В принципе, пойдет. На первое время нам этого хватит. Потом уже займемся лесом в другой раз. Сейчас я еще проедусь по лесу, который мы здесь попилили. Посмотрю. А вось я, может быть, что-нибудь забыл, что-нибудь упустил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя вроде нет. Я никуда далеко не ездил вглубь. В общем-то, поехали на нашу фабрику поддонов и проделаем ту же самую операцию. И, друзья, у нас та же самая история. Нужно лишь собрать эти деревья на этот прицеп и закинуть их все на нашу пилораму по производству поддонов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот здесь, кстати, у нас сместимость всего 200 тысяч литров. Эта пилорама поменьше, поэтому мы сейчас еще полприцепчика загрузим сюда на саму пилораму, а остальное скинем просто рядом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, хватит 176 тысяч. Давайте вот это вот мы закинем как-нибудь. Ладно. Он даже еще сюда влазит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, остальное точно мы уже туда закидывать не будем, просто выгружаем все просто рядом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде все, друзья. Выгружаем просто вот здесь вот это в стопочку. Нам это все равно еще пригодится рано или поздно. Везем ман обратно на базу и берем корчеватель пеньков. Едем корчевать пеньки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, в общем-то, небольшой любитель корчевать эти гребаные пеньки, но от этого никуда не денешься. Надо наводить порядок за собой. То, что мы здесь напилили, и поэтому погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, друзья, что я ничего не пропустил. В общем-то, откидываем корчеватель пней и собираем всю щепу в этот самый маленький прицепчик, который мы сюда также пригнали. И собирать мы это все будем с помощью нашей любимой фрезы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вуаля, друзья! Друзья, здесь у нас все убрано, поэтому теперь мы переводим всю эту технику на нашу фабрику поддонов, если, конечно, ее можно назвать фабрикой. Ну, а для вас это все в мгновение ока. Ну, здесь, друзья, мы с вами делаем абсолютно те же операции, что и около нашей большой пилорамы. Рубим пеньки, выкорчевываем точнее, и собираем всю щепу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А места, кстати, хватило у нас тютелька в тютельку. И то там во фрезе, грубо говоря, немножко осталось. Последняя горка, вот надо было все-таки выспать по пути сюда. Щепу, чтобы нервы свои не тратить. В общем-то, все. Отсюда мы сваливаем пока что. Ну, а корчеватель пней я оставлю пока здесь, потому что приедем все равно сюда потом пилить деревья. Сейчас, друзья, мы цепляем нашу новую бочку, которую мы купили дополнительную. Едем на базу, цепляем старую бочку, и отвозим на пилораму и на компост-мастер по одному прицепу, в общем-то, поточнее, по два прицепа биогаза. КОНЕЦ 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 Ну и, друзья, разгружаем мы последнюю бочку с биогазом. У нас, в принципе, уже запущена наша пилорама. Может, она даже успела, кстати, что-нибудь сделать. Да, первый уже поддончик с нашим брусом появился. Они здесь, в принципе, будут сваливаться. Можно их будет самим вот так вот скидывать. Ну, помним, в общем-то, это занятие наше любимое. Хотел я в этой серии заняться еще и фруктовым садом, но, увы, уже, друзья, стемнело. Оставим все это дело на следующий раз. Сейчас посмотрим в следующий раз, насколько тут хватает полной загрузки, сколько всего бруса у нас получится. Плюс посмотрим, как у нас тут будут обстоять дела с этими самыми поддонами. Только надо еще вот эту бочку тоже разгрузить. А, так сюда только 30 тысяч, кстати, влазит, да? Если мне память не изменяет. Да, сюда биогаза не бесконечное количество влазит, не сотку. Сюда маленькую бочку надо будет тягать. Ну и ладно. Все равно есть куда отвезти вот эти остатки. В общем-то, друзья, кому понравилась серия или кто-то полезное что-то для себя подчеркнул. Не скупимся на лосики. Мне всегда приятно, когда их много. Пишите свои комментарии по поводу нашего дальнейшего развития. У кого какие идеи. Я все выслушаю. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Чтобы не пропустить следующие серии. Чтобы не пропустить стримы, вступайте в группу ВКонтакте. А с вами был Никита Дилей. На этом все. Всем всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин